А что мы будем делать с Мавзолеем, скажите, пожалуйста? Вот как вы относитесь к этой дискуссии по поводу того, что ему надо придать какой-то новый функциональный смысл? Здесь вообще сложная проблема. Надо ли Ленина похоронить согласно его воле рядом с матерью? Вообще-то, конечно, надо бы. И, конечно, мумия на главной площади страны, это не украшает площадь. Но, с другой стороны, сейчас хоронить Ленина, это, в общем, хоронить очень важный символ. Вот именно сейчас. А для вас Ленин это символ чего? Вот это я хочу сказать. Для меня он символ победившей революции. Вот она один раз в истории России взяла, да и победила. Он человек, у которого получилось. Он вызывает у меня уже после этой победы и после триумфального шествия советской власти, Ленин образца 2020 года, вызывает у меня очень серьезные вопросы. Хотя у всех руководителей России он, безусловно, наиболее интеллектуальный, наиболее решительный человек. Уж во всяком случае он не из Сталина и значительно он не из Хрущева. Именно поэтому, кстати говоря, обратите внимание, ура патриоты и такие сталинисты, они Ленина не любят. Он для них космополит, вообще он еврей на четверть. Что касается Ленина, как бы мы к нему ни относились, сейчас это символ. И похоронить Ленина именно сейчас, это похоронить надежды на то, что снизу что-то может получиться. Поэтому похоронить его обязательно надо, но сделать это когда-нибудь в другой России, в России будущего. В России, в которой уже хоть какие-то завоевания демократии будут работать. Опять-таки, как ни относись к Советскому Союзу, но, по крайней мере, в нем пещерный национализм, обскурантизм и мракобесие знали свое место. А вы разделяете точку зрения, что Ленин в первую очередь философ, а не политический? Да нет, конечно. Ну а что он сам себя считал философом? Он в анкете писал литератор. Он, например, ваш коллега, мне кажется. Он публицист, неплохой литературный критик. Действительно, статьи о Толстом очень неглупые. Он вполне себе профессиональный литератор. Не более того. И он при этом страшно виновен в создании репрессивной системы, жуткой, в полном размежевании со всеми другими политическими силами, в полной неспособности выстроить хоть какой-то национальный консенсус, в терроре красном. Он, безусловно, виноват. Но надо же просто не шить любому человеку, который говорит о Ленине без отвращения, не шить ему немедленно оправдан ГУЛАД. Да вы за ГУЛАД. Нет, я совершенно не за ГУЛАД. Я просто за то, чтобы люди немножко иногда учитывали исторический контент. Это надо много книжек читать. Ну, не надо книжек читать, достаточно фильмы смотреть. Хотя я уж не прошу, чтобы они читали Ленина самого, потому что, когда ты читаешь Ленина, ощущаешь азарт революционного делания, восторг человека, на глазах которого рухнула трехсотлетняя романовская монархия. Это ужасное, на самом деле, порождение централизованной власти, которая под конец дошла до полного разложения. Когда на твоих глазах рушится столь бесчеловечная, казневая, абсолютно репрессивная, абсолютно негибкая система, это заряжает тебя каким-то оптимизмом. Потом они сделали хуже. Они построили собственную монархию, труба пониже и дым пожиже, посадили себе на голову красного царя. Это было ужасно, но сам по себе 17-й год – это счастливый год в истории России. Потом было ужасно. Но вспомните общий захлеб февраля, общий восторг и ликование февраля. Ленин-то был ни при чем, он приехал на готовое. Но все-таки похоронить сегодня Ленина, значит, похоронить символ революции. И когда в Украине сбивали памятники Ленину, это тоже для революционеров не очень хорошо. Вот построите свою свободную историю, сбивайте, сколько влезет. Но пока вы революционеры, он для вас вдохновляющий пример. То есть этих надо колонизаторов, на самом деле, скидывать с постамин. Не знаю про колонизаторов, я вообще не думаю, что имеет смысл скидывать памятники и закапывать. А Дзержинский? Ну там, понимаете, вот тоже эйфория тогдашняя, она обернулась потом горьким похмельем. Вот, кстати, хотела вас спросить, эйфория 17-го, эйфория там, ну какого, 91-го? Да, 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 там всегда оборачиваются похмельем. Нет, конечно, когда его скинули, это было приятно. Но сегодня, понимаете, понимаем мы все, что надо было не то делать, не его надо было скидывать. Надо было это здание тогда внимательно прошерстить и многие документы вытащить наружу. Надо было заниматься реальной иллюстрацией реальных палачей. В том числе не делать, конечно, начальником своей охраны человека, который работал с диссидентами. Вы знаете, о ком я говорю. Надо было немножко тогда меньше праздновать и больше думать. Но это была очень большая радость. Я, в принципе, считаю, что сводить что-то с памятником не очень интересно. Похранить труп, наверное, следовало бы, но хранить его сейчас как-то некрасиво. Ну а с мавзолеем-то что делать? Там же основной был вопрос, даже не хранить его или нет, а что со зданием? Там музей? Музей, музей. Некоторые предлагают папу Ильича. Но вы знаете, вы же помните, как убрали троллейбус, который много-много лет стоял на Тверской, рядом с Музеем современной истории России. Тот самый троллейбус. Не знаю. В 91-м году. Не знаю. Понимаете, египтяне своих пирамид как-то вот не срывают. Они считают, что это ценный исторический памятник. Памятник Ленину, вот этот памятник эпохи. Пусть на Красной площади будет, и пусть иностранцы его фотографируют. Как поступить с телом, посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok